МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я в Эльнидо. Эльнидо – это юг острова Палаван. Ехал я 6 часов, 5,5-6 часов с Пуэрто Принцесс. По пути нас покормили, билет обошелся в 600 рублей русскими. Здесь, приехав, я заранее не бронировал жилье, хотел понять, где лучше остановиться и вообще лучше жить около пляжа или где-то в лесу, или это будет бунгало. В итоге 2 часа я искал жилье и остановился на хостеле. Снял я его вообще за смешные деньги, 525 рублей ночь. Остальные отели и гостиницы очень дорого. Так что имейте в виду, заранее бронируйте, потому что проживание там от 5 тысяч за 2-3 ночи и выше. Вот хостел обошелся в 525 рублей. Это самый дешевый, самый оптимальный вариант. Близко к центру, Эль-Нидо, центр поселка или города. Вокруг меня пляжи. И какая возникла, я присмотрел, какая возникла идея. Присмотрел на самом юге, на самом краю острова бунгало, лагерь, отель, лагерь. И там бунгало сдаются 3 ночи 3 тысячи с копейками. 3 тысячи 325 рублей. И вот хочется посмотреть, что за бунгало там. Вот пишут все такие чудесные отзывы, но непонятно, есть ли там свет, где мыться и так далее. Поэтому я решил снять на ночь хостел. Завтра у меня забронирован байк. Байк стоит 600 рублей в день. Вообще очень бюджетно. То есть утром я беру байк, еду до этого края острова ехать примерно час, 24 километра. Поэтому я не решился сразу ехать туда. Заодно посмотрю там местность, пляжи местные, и посмотрю, что за бунгало. И либо останусь сразу там, либо вернусь и буду жить в хостеле, и по кругу буду здесь ездить 3-4 дня, чтобы посмотреть места, которые меня интересуют, и самые популярные пляжи, которые есть в Альнидо. Это, в общем, достаточно такое недешевое место, несмотря на то, что никакой инфраструктуры, плохой интернет, то есть с водой какие-то перебои, постоянно свет берут и так далее. Непонятно, за что такие деньги. То есть по сравнению с Бали, это небо и земля. Но не будем сравнивать. Это разные страны, разные нравы, разные там настроения и так далее. Сейчас я покажу свой хостел, что он из себя представляет. 525 рублей в сутки. И после пойдем снимать мой первый закат. Я с собой взял дрона. Полетаем, посмотрим. Центральная дорога Альнидо. Вот там вот центр. И вот тут такой вот неприметный хостел. Вот так он выглядит со стороны. Но внутри, я вам хочу сказать, что очень даже ничего за 520 рублей. Такая вот беседка рядом с дорогой. Очень приветливые хозяева. Здесь ресепшн. Развиваться. И, собственно, сами комнаты. Вот, плохо видно. Да, плохо видно. Сейчас будет. Вот это вот моя кровать. 8 комнат. Здесь живут и девочки, и мальчики. Это общая кухня. Очень достойно. Все чисто. Чинно, благородно. Есть где приготовить. Можно рано вставать и никому не мешать своим шуршанием. Душ, туалет. Душ простой. Просто в бочке искупаться. Но, как бы, если ты путешествуешь, то это не проблема вообще. То есть, тоже достаточно чисто. Самое главное, чистые полы. Здесь можно постираться. Там туалет. Собственно, вот и все. И на втором этаже тоже комнаты для девочек и мальчиков. Вот такой хостел на Филиппинах в Эль-Нидо стоит 525 рублей в сутки. Здесь же можно купить туры. У них А, Б, С, Д 4 тура по 4-5 островам. Тур стоит примерно 1033. Это примерно ну, где-то полторы тысячи рублей вот дневной тур по 4-5 разным островам. Вот такие вот дела. Идем встречать закат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий пляж, на который я приехал Dali Beach Dali пляж не особо примечательный чем-то нету красивых скал рядом островов но интересно широкая линия также пляжная и очень мало людей вот здесь если только позагорать, покупаться, починить субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok вы когда-нибудь видели пляжную свинью? которая кайфует не все туристы могут себе это позволить в общем пришел я в этот ресорт где бунгало но заранее не забронировал на букинге потому что подумал, что непонятно понравится мне или нет и думал может быть даже дешевле будет не через букинг но интернета там нет электричества нет ну разумеется вода только в океане еще и заломили цену больше чем на букинге я сказал, что я тогда зарезервирую на букинге а не искали пожалуйста ну у меня на букинге там особые условия из-за того, что я часто бронирую поэтому некоторые отели прям скидка хорошая на них и здесь разница где-то 300-400 рублей ну конечно хочется сэкономить это за одну ночь и вот я в поисках интернета пошел гулять по северу острова они мне сказали что если ты чуть поднимешься будет интернет но вот что-то час я уже поднимаюсь гуляю тут что-то нету ни интернета ни одной живой души одни там птички какие-то интересные зверюшки похожи на наших ласк прыгают вот ну собственно очень интересно конечно так безлюдно встретил тут местных девочку с матерью они рубили бамбук для каких-то своих домашних целей такие прям красивые черные-черные такие прям восточные две принцессы смотрю постоянно под ноги потому что вот встречал уже одну какую-то покусанную змею небольшую поэтому не хочется наступить на змею вот подхожу к какому-то обрыву кто-то шуршит как всегда кто шуршеет подхожу к какому-то обрыву или это не обрыв очередной холмик да интернета как нет так и не было в общем так и не было так и не было как как так как Продолжение следует... Что же значит жить в бунгало? Ну, примерно это вот так. Москитная сетка, сейф. И океан в десяти метров от твоего домика, от твоей хижины, от твоего бунгало. Сейчас покажу, как это выглядит. Не нашел я интернет, пришлось немножко переплатить за жилье. Все обошлось, оно мне где-то 1200 рублей, в российских рублях. Ну вот, одна ночь. Правда, с завтраком, вроде завтрак неплохой, но буду ли я его дожидаться, спорный вопрос. Потому что надо много снимать, много успеть, и поэтому... Но зато я хорошо прогулялся по диким местам, по джунглям, прям вглубь острова. Посмотрел там, какая природа, как все интересно растет. Там послушал местных птичек. Спустился потом к побережью, и еще где-то с километра прошел по берегу. Посмотрел, как живут местные жители, как они держат скотину. Конкретно свинюшек прям на пляже, это очень интересно. Подел фотографии такие. Ну, я доволен, интересно, да. Нет туристов, одни местные, отдыхающих очень мало. Очень мало желающих забраться так глубоко и далеко, потому что ехать на байке крайне сложно. Если вы начинающий пилот скутера, либо малоопытный, я бы не советовал сюда самостоятельно добираться, потому что, предвкушая завтрашнюю езду утреннюю, когда надо будет возвращаться, меня дрожь берет, потому что дорога очень сложная. Такие вот спуски, подъемы, и все это песок, гравейка, скользко, юзом ходит мотоцикл, байк, скутер. Поэтому сложно, сложно, да. Отсюда такая цена, не сильно высокая на самом деле, потому что, во-первых, нет электричества, нет воды, то есть все только в море, вода очень дорого достается, готовят на воде, но ее вот сюда завозят лодками, как и продукты, поэтому сложно, как бы, вот. И цена не сильно высокая, потому что мало доступно, мало желающих сюда добраться, как бы, они пытаются привлечь ценой, вот. Ну, интересно, то, что мне хотелось ощутить это состояние, когда вот нету никого за много-много сотен метров, и ты вот в таком первозданном мире, это кайфово, вот этого мне хотелось. Вот, ну, непонятно, какая будет ночь, дует постоянно ветер, как бы, ну, сейчас не по кайфу, то, что в тебя дует ветер, а ночью-то еще, как бы, ночной бриз еще больше, и, как бы, посмотрим, может, к вечеру утихнет, вот. Вот, ну, вот, как бы, не хотелось бы, вот, постоянно чувствовать на себе ветер такой ночью. Вот, еще у меня почему-то стал сдуваться один аккумулятор. А, вот, посмотрите. Стал сдуваться один аккумулятор на дроне. И вот это меня очень сильно тревожит, он, потому что практически не защелкивается на дроне, и, как бы, использование дальнейшего его использования, я не вижу возможным, потому что, не дай бог, он там где-то отскочит, и дрон просто грохнется, короче. Придется его тупо выкинуть. Поэтому у меня останется только два, еще один дома. А это не есть хорошо. Я переживаю, как бы, они все не поздувались, может быть, это из-за местного какого-нибудь электричества, которое как-то не подходит. Вот, ну, это старый аккумулятор от моего первого дрона, вот с ним он падал, с моим первым дроном, поэтому может быть такой косяк. Вот, а может и нет. Ну, посмотрим. Сегодня я его поставлю на зарядку, и посмотрим, что из этого получится, короче. Утром отлив. Как обмелел берег. Доброе утро. Итак, каково это спать в бунгало? Я только что проснулся, время 6 часов, умылся, вот, начинает сходить солнышко. Ну, это прикольно, да. То есть я очень хотел это вообще попробовать. Давно об этом думал, мечтал. И вот, как бы, вопрос тысячи рублей, и это прикольно, да. Единственное, ночью я просыпался, но все равно как-то немножко непривычно, шум моря постоянно. Был запах океана, но я думаю, это просто не каждый, не каждую ночь это повторяется. Вот, ну, видимо, дул легкий ветерок с моря, и вот водоросли, небольшой такой неприятный запах был, но это мелочи. Вот, и затих ветер к вечеру, и поэтому, как бы, нормально не дуло в комнату, в бунгало, и не холодно было, интересно было. То есть чувствуешь себя здесь, конечно, здесь народу нет, чувствуешь себя здесь таким Робинзоно Крузо, где все время босиком, пляж, океан, и ты тут просто растворяешься. Если хочется отключиться от всего, то вот это самое интересное место, самое оптимальное, самое нужное место для этих целей. Вот, именно этот ресорт называется Harmonic Resort, какой-то там, если надо конкретные координаты, то пишите, я скину, как бы, это не проблема. Вот, посмотрите, начинает солнышко восходить, сейчас будет все, наверное, на этот светофильтр забелено, но все равно, посмотрите, какая красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok